В этом году белорусы отмечают по-настоящему знаковую дату, имеющую отношение, наверное, к каждой без исключения семье, 75 лет освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Огромное количество мероприятий, проектов, и это здорово, память жива. Как понимаю, этот год для представителей ветеранских организаций более чем насыщен. На 75-летие освобождения Белоруссии в Гомельской области началось уже в 2018 году. У нас в 2018 году было освобождено 12 районных центров. Первый – это Камарин, ныне городской поселок, а ранее это был районный центр. Это Брагин, это Лоев, это Ветка, это Добруш, это Речица, ряд других районов. В 2019 году будет освобождение районных центров остальных Гомельской области и 3 июля освобождение Белоруссии. Поэтому для Гомельской области особо и прошлый год, и этот очень напряженный. И все планы, которые мы строили, мы строили с учетом того, чтобы вот эта дата была отмечена особо. И в каждом населенном пункте, в каждом районном центре мы привлекали для этого все ветеранские организации Гомельской области. И действительно, Василий Степанович, запрос на правду о Великой Победе у белорусов достаточно велик. Более, я скажу, это основа идеологии нашего государства. Но мы ведь с вами видим, и особенно, уверен, сердце болит у ветеранов по этому поводу, как перекраивают историю во многих государствах. Попытки предпринимаются из раза в раз. Как объяснить молодежи, для чего это делается? Я работаю в Совете ветеранов уже более семи лет. Хочу сказать, что ветераны, сами ветераны, а их насчитывается где-то 382 тысячи, у нас практически все ветераны, я не помню случая, чтобы кто-то говорил неправду о Великой Отечественной войне. То есть они историю знают. Они считают своим долгом сегодня нести эту правду о победе? И мало этого, они рассказывают молодежи, что у нас в Беларуси каждый третий человек погиб у этой Великой Отечественной войны. Каждая семья причастна к этой войне. И все знают, что, да, советский солдат, это самый сильный солдат был в мире. Он сумел победить фашистов, фашистскую гадину и вернуть нашу Беларусь в то русло, которое было до Великой Отечественной войны. Василий Степанович, и в этой связи реальные участники тех военных действий лучшие проводники в историю. Тут никто не поспорит, насколько активно ветераны участвуют во встречах с молодежью. Ведь состояние здоровья многих сдерживает активность. Мне хотелось сказать несколько слов о герое Советского Союза Денищенко Герой Кириллович. Это летчик, заслуженный летчик Советского Союза. Он был один из первых председателей Совета ветеранов в Гомельской области. И, естественно, он строил свою работу, начал строить работу в Совете ветеранов с патриотического воспитания молодежи, ввлечения ветеранами в свой клад, посильный, будем говорить, в экономику и многие другие социальные вопросы, которые решались и для ветеранов, и для жителей Гомельской области. Мы продолжаем эти традиции. Мы стремимся, вот так, как он строил работу, работать и самим. И у нас получается. Вот за прошлый год у нас не было никаких нареканий свыше стоящих органов, а об исполкоме на Координационном Совете, властную ветеранскую организацию поставили, пример, как одну из образцовых организаций, которая выполняет достойно свой ветеранский долг. Прежде всего, в патриотическом и героическом воспитании нашего молодого поколения. Сегодня вашей заботой окружены не только ветераны и участники Великой Отечественной. Вы ведете работу и с ветеранами труда, и с ветеранами войны в Афганистане, да и не только. Да, мы ведем работу, я назвал уже цифру, 382 тысячи ветеранов. Это самая большая общественная организация в Новгородской области, после профсоюзов. Вот мы привлекаем к своей работе и координируем работу профсоюзными организациями, Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, Союзом Офицеров, Красный Крест, Фонд Мира и ряд других. Коммунистическая партия за последние годы стали плотно вести прием граждан, особенно ветеранов. И они к нам приходят, участники Великой Отечественной войны, допустим, в Светлогорске. После операции обратилась, чтобы... Ну, ей сложно ходить в поликлинику и процедуры там, после операционной проводить. Попросила, чтобы медсестра проходила на дом. Мы с медицинскими учреждениями обговорили, и медсестра проходила. Нашли вариант. Да, нашли вариант. В Водокшлевском районе, к примеру. Значит, сломался телевизор. Казалось бы, того и простой вопрос. А для пенсионеров, ветерана, это проблема. Особенно, если это одинокий человек. Одинокий, да. И таких примеров десятки и даже сотни. Таких можем сотни проводить. Последний пример, мне хочется все-таки сказать, не последний, а просто пример. Томашенко, инвалид с детства в следствии боевых действий Великой Отечественной войны. Значит, получила удостоверение как-то с опозданием. Ну, в воде обращалась, потом получила. Она проработала всю жизнь, где-то более 25 лет, на химзаводе, в Гомельском химзаводе. И она претендовала на то, чтобы ее включили в список. Значит, там, где льготные ветераны Великой Отечественной войны, и им там на заводе, согласно коллективам договора, определенные льготы представляются. И вот сложно этот процесс проходил, ее не поддерживали. Она обратилась в нашу областную ветеранскую организацию, и она даже в знак благодарности написала благодарность на письмо председателю Республиканского совета ветеранам. Василий Степанович, спасибо за этот действительно огромный пласт работы, который выполняете и вы, и ваши коллеги. В этот праздничный год в вашем лице позвольте поздравить всех ветеранов и участников Великой Отечественной 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Здоровья и успехов! Спасибо! И вам мира и добра! Спасибо! Продолжение следует...